У жителей деревни Хазаркасы Красноармейского района республики сегодня праздник. В их деревне открыли стеллу, посвященную воинам-землякам, павшим в Великой Отечественной войне. Это место в деревне Хазаркасы долгое время было заброшенным. И только в этом году на пустыре открыли памятную стеллу. Порядка 100 тысяч рублей было потрачено на обустройство военно-мемориального комплекса, установку ограждения и благоустройство территории вокруг. Инициатива местных жителей была поддержана на республиканском уровне. Более 52 тысяч рублей было выделено из республиканского бюджета и более 17 тысяч из бюджета района. Оставшуюся сумму собрали сельчане. Почти вся деревня принималась. Не только деревни в настоящее время живут, которые в горе, даже из этого нижнего Новгорода живут. Они даже деньги сюда прислали. Население, конечно, граждане деревне очень активно принимали участие. У нас там здесь неделями работали, потому что здесь это место было раньше бывший клуб был. Его разобрали. И теперь вот это думали, давайте думаем, потому что здесь сорняки растут, все-таки некрасиво. Ну, построили всем, где понравилось, все довольны. В годы войны из деревни Хазакасы ушли на фронт 87 человек. Половина из них не вернулась домой. Имена героев на этой плите, а значит, навеки в памяти. Тамара Рябинина, как и многие односельчане, не дождалась войны своих родных. Якум Атлеевич, Андреев, Ваня, Федоров, Николай. Молодые люди пусть такую нужду не видят. Мы старые видали, сколько лет видали, ну что, молодые пускай не видят, пускай война не будет. Всего в этом году планируется обустроить семь мемориальных комплексов. В 2018 году планируется реализовать 210 проектов. Семь из них – это как раз строительство и капитальный ремонт таких мемориальных объектов, таких памятников, вот как в этой деревне мы увидим. В республиканском бюджете на эти цели на 2018 году предусмотрено больше 97 миллионов рублей. И часть предполагается, конечно, софинансирование сельских поселений, плюс юридических лиц и населения. В Шуварской республике сегодня 1216 памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Из них 1151 памятник находится в сельских территориях. Поэтому очень важно все эти памятники сохранить в таком виде ухоженными. Галина Титарчук, Борис Андреев, Республика.